И к другим темам. Правоохранительные органы способствуют поддержанию мира и стабильности в стране, устойчивому экономическому развитию, проводят работу по эффективной борьбе с правонарушениями. В целях обеспечения реализации указа президента о мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью проводятся системные реформы. Об этом репортаж далее. Документом определены абсолютно новые механизмы организации деятельности органов внутренних дел. Системные работы по глубокому анализу ситуаций и факторов, влияющих на правопорядок, будут проводиться в разрезе городов, районов и махалей. Особое внимание уделяется дальнейшему взаимодействию системы с населением, формированию в обществе бескомпромиссного отношения к преступности и правонарушениям. На данный момент ведутся большие работы по укреплению материально-технической базы для инспекторов профилактики. В первую очередь этим сотрудникам выданы дома. Помимо этого они могут приобрести автомобили на льготной основе. В каждой махале ведут свою деятельность инспекторы профилактики. Кроме этого разработана информационная система «Смарт-Махаля», которая позволяет дистанционно обращаться к инспекторам профилактики и следить за процессом рассмотрения заявления. В настоящее время она запущена в Ташкентской и Самаркандской областях. В данном ситуационном центре были установлены порядка тысячу камер. В наших планах установить камеры в общественных местах, где скапливается большое количество людей. Это рынки, перекрестки, на основных трассах и в прочих местах. И реализация этих задач будет взята под контроль. Согласно указу, также предусмотрено создать в структуре Министерства внутренних дел оперативно-розыскной департамент, департамент общественной безопасности, департамент обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма, департамент духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения. Согласно стратегии развития системы обеспечения правопорядка Республики Узбекистан на 2022-2025 годы будет организована по одному пункту обеспечения правопорядка для пяти махалей. На сегодняшний день они уже созданы в 32 махалях. И работа в данном направлении будет продолжена. Главное управление исполнения наказания преобразовано в департамент исполнения наказания при Министерстве внутренних дел Узбекистана. Также утверждена дорожная карта по дальнейшему совершенствованию системы органов внутренних дел и в соответствии с указом запущен проект, в рамках которого ежегодно будут проводиться конкурсы в республиканском масштабе в следующих номинациях. Лучший начальник территориального органа внутренних дел, лучший инспектор по профилактике, лучший следователь и лучший оперативный сотрудник. Кроме этого... В управлении внутренних дел Самаркандской области по обеспечению безопасности туризма работает 45 человек. Основная их задача – защита прав туристов и обеспечение их безопасности. Наши сотрудники могут общаться на 10 языках мира. В целях укрепления навыков для них организовываются различные культурно-просветительские мероприятия и семинары. Среди сотрудников со 2 апреля по 2 мая был проведен месяц духовности. В течение месяца были проведены ряд мероприятий, таких как заковат, конкурс «Образцовая семья». Ну а основная цель таких встреч – это духовное развитие мировоззрения сотрудников. Словом, новшества, внедряемые на основе данного документа, будут формировать современные имя сотрудников Министерства внутренних дел. К тому же это способствует повышению их ответственности и профессионального потенциала.